Здравствуйте! Вас приветствует YouTube канал Процветок. С вами работает агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о тех работах, которые надо сделать в марте месяце. Самая, конечно, основная работа в марте месяце это посев различной овощной рассады. Что когда делать, какие сроки. Давайте я вас просто ознакомлю, чтобы вы знали, что вы успели, что вы опоздали. До 5 марта истекают уже последние сроки посева на рассаду корневого щельдерея, высокоростных помидор, перцев, баклажанов, то есть культур, которые имеют длительный вегетационный период. Если уже позже сесть, их нет смысла, потому что они станут плодоносить, начнутся холода и вы не получите уже урожая. Вы его просто потеряете и напрасно потеряете время. Значит следующий этап, что в эту же пору с 1 по 15 марта можно посеять различные виды капусты. Ранние капусты можно посеять, можно посеять цветную капусту. Среднюю пока не торопимся. Среднюю мы будем съесть чуть позже. Также можно посеять с 1 по 15 помидоры, которые будем ранние сорта, средние сорта, которые мы будем высаживать в теплице. Сорта, которые для открытого грунта, мы будем съесть уже во вторую половину месяца, позже. Также, зато с 25 апреля у нас начинается очень интересный сезон. Почему? Потому что с 25 марта можно сеять любую практически уже культурную рассаду. То есть не только длиннодневные культуры. Мы можем сеять арбузы, мы можем сеять дыни на рассаду. Это и надо делать, высевать в эту пору. Мы можем сеять кабачки, можем огурцы съесть, можем сеять физали, съесть кукурузу, съесть среднюю капусту. Вот что в любой культуре можно высевать на рассаду. Ну смысл посева на рассаду в конце марта месяца. Вот в чем. Если вы высеваете на рассаду в эти сроки, значит вы удлиняете витационный период и у вас начинается раньше созревать урожай. Ну а раньше начинает созревать урожай, вы сами замечали, даже по тем кабачкам, что кабачков завезет море, потом становится холодно и кабачки перестают плодить. А вот если вы кабачки передвинете срок плодоношения прямо на месяц, так вы засыплете с теми кабачками и будете кушать те кабачки и будете заготовки иметь. В общем смысл понятен. Чем раньше сеем, тем и больше собираем урожай. Тем более, что эти культуры как бы уже в конце апреля месяца можно прикрыть пленочкой, прикрыть спонбондом и они уже могут у нас проживаться на улице. Но самая интересная работа, конечно, в этом году у нас будет предстоять в саду. Зима была морозная, зима была снежная, но есть нюансы. Нюансы какие? Значит снег будет таять, температура начинает повышаться. Скоро на участок будет не войти, когда станет таять снег, там будет грасть. Значит, что необходимо сделать? Покуда не растаяла еще земля, не пустила, как говорят в народе, необходимо прочистить дорожки. Почему прочистим дорожки? Эти дорожки будут у нас как бы в воду от одной канавки. С градок будет в этих дорожках стекать вода и нашим растениям будет гораздо, гораздо лучше. Смотрите, дальше что? Солнце начинает нагревать, покрывается ледяной коркой нашей градки. Эта ледяная корка очень опасна для всех культур, которые растут над землей, то есть имеют массу над землей. Кто-то, это в первую очередь наша садовая земляника, она растет вся над землей. Второе, многие декоративные вечно зеленые растения, магония, самшиты, туи маленькие, все что будет в снегу, в этом году будет очень сильно повреждаться снежной плесенью. Цветы различные, которые растут, это примулы, баданы, ну и другие, которые имеют листовую поверхность, то есть которые имеют не корневища, а растут листья над землей. Необходимо срочно, чтобы таял снег. Все это дело, чтобы и ледяную корку избавиться, и ускорить таяние снега делается одним простым приемом. Берем по поверхности, рассыпаем черную землю или черную торфокрошку, причем как можно обильнее. Снег начинает быстро таять. Если у нас снега очень уже много, то значит предварительно мы эту снеговую кучу уменьшаем, разбрасываем разные стороны, уменьшаем слой. Ну и в добавок не забываем, что нам придется, когда снег растает и только может приступить к полевым работам, на этих культурах нам необходимо будет пройти с тяпочкой, прорыхлить почву. Только так мы спасем растения и допустим и гибели. Потому что иначе если вы не сделаете такой работы, значит вы попрощаетесь в этом году с двухлетниками, такими как турецкая гвозика, мальва, незабудка, анюшиные глазки, а не просто-напросто выпороться у нас во время таяния снега. И вы будете удивлены, что зимой вроде все было живое, а сейчас оно погибло. Все в ваших руках. Также очень такая ответственная работа сейчас в саду, это обрезка. При температуре плюс 5 градусов можно смело образовать деревья. При более низкой нежелательно. Объясню почему. Если температура более низкая, ниже 5 градусов, значит древесина хрупкая, и она не режется, она просто ломается. А ломаная древесина как бы неровные срезы и она заживает очень трудно. А при плюс 5 градусах древесина мягкая, податливая, легко отпиливается. Поэтому эту работу также старайтесь сделать, не откладывайте на потом. Хотя ученые посчитали, что обрезком надо заниматься вплоть до середины мая месяца. Но лучше это сделать в марте, потому что и в мае, и в апреле вам хватит других работ. Узнать более подробную характеристику растений, которые растут зимущими листьями, как их высевать, как за ними ухаживать, как их рассаживать, вы можете узнать на нашем канале про цветок. Смотрите наш канал. Эти растения вы найдете рекомендациями различных специалистов, как делать с этими культурами. Я же вам рассказал такой вопрос, как спасти эти культуры в этот весенний период этого года. Удачи вам в садовых работах. До свидания.